Глава региона ГАЭС Нарухамбетов ознакомился со строительством молочно-товарной фермы ТО «Тамикен Агрокорнеевка» в Есельском районе. Ее возводят второй год и в конце сентября планируют запустить. Насчитывается здесь 2000 голов крупного рогатого скота. С открытием фермы трудоустроят 50 сельчан. Уникальность данного проекта в том, что здесь использованы технологии, которые в принципе не применялись пока в Казахстане. Это система вентиляции, климат-контроль. Это система надувных штор, климат-контроль. Это сразу навозовое удаление, которое включает в себя сбор механический и перекачка влагона для дальнейшего его хранения. Цель для того, чтобы можно было потом использовать в качестве удобрения в жидком виде. В Иртавском районе Акимобласти побывал в ТО «Ясмина Агра». Основали его 20 лет назад. Трудится здесь более 50 человек. Площадь пашни составляет 8,5 тысяч гектаров. В этом году засеяли 8200. Из них почти на 7 тысячах посеяли зерновые и бобовые культуры. На остальных – кормовые. В прошлом году в товариществе с одного гектара получили почти 12 центнеров. Первый укос мы в первых числах июля сделали. Второй где-то 12-13 августа память не изменяет. Да, зеленый стоял, поэтому не могли зайти. Мы сеяли рано, правда, в прошлом году, 18 мая. В нашей практике второй год мы сеем. Суданку. В товариществе Каскар ЛТД в селе Салмал-Коль глава региона проверил готовность к уборочной кампании. Элеватор построен в 1970 году. Может хранить до 116 тысяч тонн урожая. Сколько сушилок у вас? Я просто не был у вас, поэтому... У нас 5 сушилок сейчас работает. 5 сушилок? Да. Неплохо. 5 сушилок тоже хорошо. У нас вот на элеваторе 2 РД стоят, ну, РД-50 получается. Где-то если 4% убирать, допустим, с 18 до 14 сушить, мы где-то в сутки можем 1200 тонн высушить. Гаусс-Намбухаметов также ознакомился с работой ТО «Баянтай». Посевная площадь товарищества составляет порядка 11,5 тысяч гектаров. Этим летом часто идут дожди, поэтому урожай еще не созрел, говорят аграрии. А натура сколько? 760. 760, да? Сейчас проверим схожность и семенами будем сеять. Угу. Ну, хорошо, хорошо. Полевую, посевную схожность все посмотрите, да? Ну, хороший вид, конечно, хороший. Поселение Батай – уникальное место в Айртаусском районе. В этом году марафон Улы-Дала-Жоры-Гы стартует именно с этого места. В поселении площадью 15 гектаров раскопаны 158 строений. Найдены останки около 130 тысяч лошадей. Вот эти три жилища у нас уже есть. Мы хотим еще три жилища пристроить. Они будут соединены между собой подземными переходами. Подземными? Подземными, вот как они есть. Сейчас мы спустимся с вами и пройдем по данному переходу. А она соединена соединена? Нет, эти два соединены. Вот эти два соединены. Тогда подходит. И вот эти два будут соединены. Центральная котельная в селе Салмалколь обеспечивает теплом 20 многоэтажных домов и 5 социальных объектов. Всего здесь 5 котлов. В этом году купили новый генератор. На отопительный сезон необходимо 8 тысяч тонн угля. Прошлый год ремонт сделали, 5 новых котлов стоит. И мы хорошо стояли. 6 котел ждем. По 6 котлу мы же дали деньги, да? Да, дали все, деньги дали. Все, мы договора заключили. В принципе, проблем таких нет. Глава региона также ознакомился с ходом строительства дороги от санатория Шалкар-Су до детского оздоровительного центра Сокол. Протяженность 2 километра. Стоимость проекта 400 миллионов тенге. Трассу ведут в эксплуатацию в сентябре этого года. Работы идут, согласно графику производства работ, начали 10 дней назад. Устроены 4 водопропускные трубы. Проблем по качеству, по темпам никаких нет. В этом году завершим. Проинспектировал Акимобласть и также строительные работы в селе Имантау. Там идет реконструкция моста. На это выделено 383 миллиона тенге. Анна Куликова, МТРК. Продолжение следует... Продолжение следует...